Святые реликвии пророка Мухаммада, миримые благословения и его сподвижников впервые выставлены в высокогорном ауле Кумух Лакского района. В эти дни сотни людей со всей республики посещают соборную мечеть села, чтобы взглянуть на них. Как провожали из Махачкалы и как встретили в Кумухе святые раритеты, расскажет наш корреспондент Камзат Нурмагомедов. С благословением уфтя Дагестана шейх Ахмад Афанди святые реликвии подготовили для отправки в Кумух. Проводить исторические раритеты приехал глава Дагестана Рамзан Абдулатипов. В доме муфти он осматривает все реликвии, желая счастливой дороги водителям и сопровождающим. Автомобили готовы к отъезду. Представители власти, спортсмены и религиозные деятели с трепетом дотрагиваясь до священных реликвий, переносят их из дома шейхов к специально оформленным машинам. Более 50 машин-кортежи в каждой святые реликвии водители понимают ответственность, которая лежит на них, довести святыни до Кумуха в целости и сохранности. На протяжении всего пути жители поселения выходят на обочину трассы, чтобы встретить частичку пророка и проводить благословенный кортеж до пункта назначения. К автомобильной колонне после каждого населенного пункта присоединяется все больше машин. Их количество по пути следования перевалило за 200. По мере приближения к селу встречающих у дорог все больше. На окраину села Кумух вышли женщины, мужчины, взрослые и дети, чтобы первыми поприветствовать кортеж с реликвиями посланника Аллаха. У въезда автоколонну встретил конный экипаж всадников. По прибытию благословенный реликвий заносит центральный джима мечеть глава и имам района, религиозные деятели, выдающиеся спортсмены. Этой честью удостаиваются и жители Аллаха. Очень бережно они проносят их вдоль живого коридора. Люди по обе стороны читают словословия. Внутри 12-ти векового храма на красочно оформленных столах расставляют святые реликвии. Сегодня радостные и счастливые события не только Лакского жамята, Лакского района, всего Дагестана, светлый день. Я даже не осознаю, какой радость, какое счастье. Я считаю, что это счастливый народ, и Аллах их любит. Аллаху Таала, согласно словам алимов, напоминает джамаату народу Лакского района, что он открывает им врата милости. В эти дни жители и гости Аллах созерцают благословенные раритеты. Среди исторических предметов чаша пророка, мечи и кольчуги сподвижников, дверь и накидка каабы и многое другое. Эти реликвии – достояние исламской умы. Они хранились у сподвижников и передавались из поколения в поколение. Самые известные реликвии, сохранившиеся для наших дней, это волосы посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям. Передать словами атмосферу внутри мечети невозможно. Такое ощущение, что даже воздух переменился и стал особенным. Люди плачут и просят у Всевышнего неспосылания благодати и милости. Это вообще сверх такие ощущения. Как будто я в хаше нахожусь. Такое ощущение. Ну, таких ощущений у меня никогда не было. Я в такой мечети и вообще вживую вижу впервые. У меня эти слова одни эмоции. Не могу передать те чувства, которые у меня на душе. На официальной части открытия выступающий поздравляют собравшись со знаменательным событием для жителей Аллахского района и его гостей. Такие впечатления с словами, конечно, трудно выразить. Но спасибо организаторам всем. Спасибо нашему муфтию за такое, что дал нам такой шанс увидеть эту ассару, пророк Саллил Салам. Религию останутся в Кумухне до 20-го числа этого месяца. На месте подготовлены все необходимые условия, чтобы встречать гостей в выставке. Гамзатур Магомедов, Джоул Магомедов, Ибрагим Абдулаев, Телеканал ННТ, Лакский район.